Продолжаем работу с нашим сайтом. Добрались мы до самой главной части данного сайта. Это центральные колонки, которые в себя включают непосредственно весь, скажем, основной контент. То есть, собственно говоря, тот контент, ради которого данный сайт, данный проект вообще и задумывался. То есть, далее это справа, это, скажем, побочная информация о специалистах и так далее. Тоже немаловажно, немаловажно был придуман вот этот рейтинг. Он тоже свою роль играет. Левая навигация, без нее, собственно, тоже никуда. Но, тем не менее, самым основным является вот как раз-таки центральная колонка, чем мы с вами сейчас и займемся. так, значит, центральная наша колонка, это у нас H1, так и стоит H1, да? Далее будем все это дело выстраивать и, соответственно, по картинкам, да? Значит, нужна вот эта картинка RSS, то есть это будет вот наш имидж, а далее нужна картинка, вот эта красная задать вопрос, да? Но, естественно, с отключенным словом задать вопрос. То есть, слой вот с этим задать вопрос нужно отключить, вырезать просто картинку, она у нас будет, как бы для нашего тега P, там, предположим, да, фоном и написано будет задать вопрос текстом, соответственно, да? И будет тогда ссылка реагировать на наше подчеркивание. Так, ну, пока мы рассмотрим вот это, соответственно, здесь будет наш и H1 и тег P со своим каким-то классом, да? Чтобы задать вопрос и далее все тоже будет свое определенное, а уже по области поиска, да? И по всем остальным вещам, ну, будем разговаривать по ходу и далее определяться. Пока что вот рассмотрим вот этот блок и самый верхний и далее все проблемы, которые там могут быть. Так, вот, значит, начинаем, да? H1 у нас есть, дерматолог. Так, значит, вот эту вот вещь мы убираем. Следующая у нас будет, соответственно, ссылка на RSS канал, да? Делаем, далее делаем image, назначаем какой-нибудь класс RSS. И что это у нас будет за картинка? Соответственно, картинка это будет так и называться RSS. Так, ну и вальд можно написать RSS. Так, следующий момент. Делаем класс P. В нем будет всего лишь пару слов. Задать вопрос. Так, задать вопрос. Для этого P нужно задать какой-нибудь класс. Почему? Потому что, ну, там будет стоять и фоновая картинка, то есть, ну, каким-то образом нужно описать данный блок. В принципе, это мог бы быть и не P, но в данном случае будет это P, допустим, да? Задать вопрос, задать questions. Ну, как-нибудь таким вот образом назовем. И следующий момент будет у нас обычный наш тег P, который, собственно, будет включать в себя вот обычную информацию. Так, да, и он включает в себя некоторые ссылки. Так, ну, сейчас по-быстрому в полное соответствие приведем с нашим макетом, то есть, отрегулируем все ссылки, которые есть, и начнем уже описывать данные стили для того, чтобы нам выровнять. Так, да? Ну, вот примерно вот таким образом должно все у нас быть. Так, задать вопрос у нас тоже должно быть ссылкой, и поэтому, то есть, вот это вот вещь, да? Задать вопрос, а, шрифт. Так, ну, вот пока что таким вот образом оставляем. Теперь следующий момент. Давайте сходим в Photoshop несколько, исследуем макет и попробуем разобраться, что к чему. Видим, что у нас здесь есть Arial 12 пикселей, здесь Arial 12 пикселей, да? Здесь, соответственно, здесь цвет везде будет вот такой вот одинаковый. То есть, он не черный, видим, да? Соответственно, и если мы посмотрим на все ссылки, да, то вот ссылка, предположим, такая. У нее вот цвет такой, по наведению она остается не подчеркнутая. Правильно? Следующая вот эта ссылка. Тот же самый цвет, подчеркнутая, по наведению остается не подчеркнутой. Вот могут быть здесь, предположим, какие-то еще ссылки, да? Это я к чему говорю? К тому, что, в принципе, прежде чем описывать весь вот наш, наш CSS, да, мы можем взять, например, делать контент in и немножко, скажем так, облегчить себе жизнь, да? Вот делаем контент in, там будут у него внутри какие-то там свои стили, да? Следующий момент, который мы делаем, допустим, контент in p, да? То есть, для всех p, которые находятся вот внутри нашего контент in, да? То есть, задаем фонд 12 пикселей, ареал, ареал и назначаем цвет. Так, цвет мы назначаем, ну вот. Тот цвет, который есть, собственно, и назначаем, да? Следующий момент. Делаем контент, там, допустим, p, а, или просто контент а, контент in a. Делаем color. Так, цвет у них, у ссылок, соответственно, вот такой. И нам еще надо будет убрать подчеркивание с наведенных ссылок. Так, hover text decoration known. Описали, да, вот общие классы. Значит, вот, теперь мы только вот это сделали, да? У нас уже видим, да, что сразу же, сразу же появляется вот, грубо говоря, готовая вещь. То есть, цвет ссылок нас устраивает, да? Цвет абзаца нас устраивает. Фоновый цвет нас устраивает. И, соответственно, нам теперь каждый раз не надо будет писать, что там для такого-то тега, там, p, да, с таким-то классом, вот внутри него есть ссылка, значит, вот она должна быть такого цвета, и по наведению она должна быть не подчеркнутой. То есть, то, что мы пишем, там, писали, да, по крайней мере, для каждой ссылки, а теперь нам это не надо будет писать для вот этой, например, ссылки, для вот этих ссылок. Они уже сразу будут такие, скажем, как нам надо. По цвету, по шрифту, по размеру, там, и так далее. Следующий момент, значит, начинаем уже непосредственно выравнивать, да, контент in делаем h1 так, да, ну, ariel 25 пикселей такой вот цвет и надо понимать, что его надо значит, сделать float left так, значит, фон 25 пикселей ariel color так, float left float left выстраиваем так, да, делаем вот таким вот образом все получается у нас вроде бы как нормально, да. Ну, скажем, единственный момент что у нас можно там сделать, это, ну, задать некоторый маргин для нашей, там, картинки предположим, то есть не для картинки, а для того, чтобы вот опустить наш вот этот вот tagp чуть-чуть ниже от нашего заголовка, да, ну посмотрим давайте попозже вот надо будет нам оно или не надо будет мы еще все до конца здесь не выровняли так, соответственно далее у нас идет image с классом rss значит, идем, ставим rss и вот эту rss нам нужно тоже, скажем так сделать float left чтобы она поаккуратнее обтекала да, то есть вот у нас уже данный задать вопрос становится неплохо, да и дать, соответственно, некоторые маргины для нашей кнопки, да, то есть 8 пикселей 0015 пикселей таким вот образом выставили, да она же является ссылкой следующий вопрос это по поводу данной вот ссылочки задать вопрос, да значит, идем в p-класс и назначаем float right сначала почему? ну, почему потому что она у нас все-таки должна быть выровнена вот по правому краю поэтому ставим сюда задать вопрос она у нас выровнена, да следующий момент нужно назначить ей фоновый цвет вот ту красненькую картинку которую мы вырезали для нее, да соответственно, это thequestbg, да данная картинка не должна у нас повторяться так, да, вот мы смотрим что мы получили следующий момент данная ссылка у нас получается размером 12 пикселей, да у нее цвет белый но у нее шрифт тохома то есть, если для всех ссылок мы вот здесь написали, да что они вот такого цвета, да и все tgp, которые внутри content.in находятся они вот с арелом то в данном случае у нас тохома соответственно, мы все можем вот это дело скопировать и просто переопределить то есть, написать, что это у нас будет тахома тахома так значит дальше мы назначим с вами некоторые паддинги видим, да, что у нас тахома даже не применился поэтому здесь мы должны поставить important вот теперь теперь у нас как бы там видно плохо но, по крайней мере, мы видим, что применился именно он, да попозже рассмотрим когда когда будет видно, что применился именно он так соответственно, здесь делаем непосредственно паддинги, да предположим, 5 пикселей это сверху снизу ну и вот это справа слева, да соответственно, вот справа где-то к нам подойдет вот 20 таким вот образом да, где-то пикселей но нам нужно еще немножко больше его отодвигать да так, значит, мы делаем вот так снизу, соответственно, тоже 5 пикселей прописываем и делаем 25 пикселей справа то есть для чего нам справа чтобы мы могли как можно меньше сделать слева ну, то есть вот таким вот образом делаем, допустим, здесь 20 21 и здесь, соответственно ну вот так вот около 30 там, 3 где-то пикселей да, оставляем и того и того мы получили вот примерно то, что нам нужно единственный момент что может быть снизу, сверху можно было бы сделать вот так вот и 4 пикселя так и следующий момент сразу делаем lineHeight 1.2 так пока что назначим только вот это так значит здесь так или это мы потом назначим да, когда когда мы договорились когда будет белый цвет чтобы мы увидели действительно разницу да того как работает вот Impotter следующий момент тогда мы назначим паддинги значит 4 пикселя сверху 33 справа 5 было снизу и 21 пиксель был слева следующий момент мы назначали lineHeight 1.2 да так ну в общем да следующий момент который нам нужен делаем color белый мы наздали просто color белый а то что он должен быть не подчеркнутый по наведению да так это оно применилось уже само как бы со старта так работает здесь работает здесь работает да ну вот теперь мы как бы можем даже на глаз определить разницу того что если здесь у нас видим что тахома как бы перечеркнуто да перечеркнуто означает то что это не применилось применилось вот более общий класс да ну теперь если нам отменить вот это наследование вот мы ставим импотент видим да что уже ну совершенно другой текст шрифт вот даже изменяется значение отступа ну того значит копируем так и вот здесь ставим вот оно видим да что оно во всех браузерах даже меняется так следующий момент не буду на нем даже долго останавливаться да понимаете почему провалилась наша наш вот этот вот параграф от то что у нас осталось да думаю больше чем больше чем уверен что вы наверное тоже усвоили не один раз я это достаточно подробно пояснял единственный момент как мы с этим будем бороться в общем то как обычно да у нас даже создан для этого отдельный класс clear который отменит обтекание справа слева любое так да и давайте посмотрим что мы получим вот видим да что вот здесь вот у нас ушло таким вот образом да и в опере точно так же и в гугл хроме точно так же то есть везде да так давайте я перезапущу пока мазилу что тут вот видим да так перезапустил ну скажем дело тут не в том что оно же во всех браузерах поломалось поэтому здесь это все дело происходит надо понимать почему потому что вот у нас есть скажем так два блока да вот у нас есть то есть вот этот вот один вот этот второй вот этот у нас float write стоит вот вот здесь вот у нас на самом деле есть тоже блок да ну вот тег п который проваливался эти тоже здесь float left а здесь float right соответственно для этого мы назначаем клея и вот эта клея она применяется как правому так и к левому боку так и к правой колонке которая у нас стоит и соответственно вот он появился вот здесь вот то есть под всей правой нашей колонкой то есть грубо говоря вот float right вот этой колонки да вот этому вот блоку нашему да тегу п тоже применился то есть clear boss для вот этого блока да оно скажем так применилось и относительно вот нашей вот этой левой колонки то есть вот какой момент нужно понимать соответственно чтобы данную вещь исправить чтобы данную вещь исправить нам нужно для нашего класса content.in указать свойства display table то есть поведение данного блока будет аналогично табличке соответственно вот таким вот образом у нас все исправится ну а работать это будет то есть у нас получается что вот этот блок content.in он соответственно применяет работает как табличка ну а поскольку табличка то скажем вот это соседняя уже к табличке не относится соответственно все клеры и очищение флотов будут относиться только к внутренностям вот собственно нашей вот этой таблички вот хотя это у нас блок но работает он как таблица так ну теперь соответственно вот она у нас вот прилип наш абзац к нашему заголовку соответственно вот идем h1 кстати он и не закрыт тогда применяем маргин там допустим снизу ставим 15 пикселей так давайте посмотрим во всех браузерах у нас так применилось или нет так google chrome тоже нормально работает но теперь давайте рассмотрим прием того как мы можем это заставить работать на нас ведь по сути если мы так вот разберемся да то видим что у нас здесь есть колонка она у нас float left и вот эта вот вся большая колонка она просто как бы там резиновая тянется по-своему так как ей надо соответственно вот это вот float left да здесь есть content in соответственно если вот мы под content in поставим наш clear boss clear boss вот здесь вот то что мы получим мы получим то что у нас данный блок допустим да вот он отъедет вниз и будет всегда под под завершающим левой колонкой то есть он всегда будет над нашей вот как бы левой колонкой за счет того что у него есть еще и маргин то все будет у нас соответственно очень даже неплохо смотреться то есть я о чем говорю то мы идем сейчас вот content in под ним ставим div класс clear и так нигде не сработало div класс clear так нет не тут поставили надо поставить вот здесь вот после нашего контента так таким образом не сработало так контент in вот он у нас тут вот заканчивается так 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 ну если мы хорошо если мы скажем так для вот этого вот находясь вот в этом блоке да вот с этим вот флотом поставили здесь clear boss и он применился даже вот к этому к этому правому блоку да то есть к right bar то соответственно чтобы у нас заработало все с левой стороны да то вот у нас есть float left есть второй большой блок и есть в нем еще один блок соответственно если мы скажем так под него поставим clear boss то все по идее должно быть нормально то есть мы должны все-таки поставить под content in все-таки все-таки изначально изначально мы должны были поставить сюда то есть правильно мы сначала поставили так ну почему она не применилась то есть проблема здесь где-то в каких-то наших предыдущих действиях там давайте разберемся по нашему firebug да вот у нас каркас content main вот пошел left bar да вот у него есть float left все нормально он пошел content main content так ну вот он нам не нужен был вот этот вот overflow hidden для нашего контента то есть который который скрывает наш контент а если у нас вот нету вот нашего там допустим да рейтбара то есть не должен был скрываться наш контент если содержимого меньше чем в рейтбаре да соответственно ну то есть таким вот образом по идее да давайте попробуем так значит мы убираем пока что с нашего класса контент свойства overflow hidden так да вот оно стало впритык теперь соответственно мы должны сделать следующий момент делать допустим там пять пикселей снизу назначим тогда ну это скажем просто так чтобы видеть наш бордер и видеть нашу вот это вот вещь так но теперь теперь возможно следующая проблема давайте на всякий случай проверим ее проблема какого плана теперь если у нас в правой колонке станет контента больше чем в левой то возможно у нас может пойти ну скажем так наслоение да так то есть если в левой к в правой колонке больше чем в левой нормально да то есть ну это я про то что помните да когда у нас был правый контента и соответственно когда его было больше он выезжал у нас за рамки вот нашего белого закругленного листа то есть наш белый закругленный лист на самом деле заканчивался вот так ну то есть в данном случае он бы заканчивался вот так ну чтобы вы понимали что я хотел проверить вот то есть вот вот это вот оставшаяся часть у нас могла быть уже без белого контента но видим что у нас clearboss Он у нас применился и к левому, и тогда по идее ко всему контенту, который относится здесь. Поэтому все вроде бы как у нас получилось нормально. Единственный момент, давайте проверим это во всех браузерах. И так, это у нас... Так, интернет-эксплойер хорошо поддержал. Так, Opera хорошо, Google Chrome хорошо. Ну, оно, в принципе, по теории все правильно, что оно таким образом. Но, так сказать, мало ли что, да? Так, соответственно, здесь мы что отменяем? Ну, вот так, наверное, мы отменим. Так, да, вернули на, скажем так, на исходную. Проверяем во всех браузерах исходное состояние. Так, так. Так, вот таким вот образом, да? То есть, вот такая путаница может возникнуть с Overflow Hidden. Ну, в данном случае, почему использовался именно такой прием? Именно такой прием, потому что должен был работать, да? Наш... Наш данный... Данный прием, да? Вот, просто помешал Overflow Hidden, который не дает растягиваться вниз, скажем так, контенту. Ну, скажем, если его там и нет. На самом деле, да, то... Таким вот образом получилось применение нашего Overflow Hidden. Почему именно такой прием применен, да, здесь? А потому что, вот, на самом деле, если вы попробуете применить, скажем, такой нам известный прием, который мы уже применяли, да, по крайней мере, я про него рассказывал, когда колонки у нас разной высоты, да? И мы делали их, чтобы они стали одинаковой высоты, да? Соответственно, мы назначали вниз Padding Bottom, да, 32000, а наверх потом назначали Margin Top, минус 32000. Соответственно, получали вот то, что нам нужно, так как и, стало быть, хотели, да? Но, в данном случае, поскольку у нас вот здесь вот идут закругленные углы, да, то такая схема у нас не сработает. Скажем, уже время тратить на... В рамках данного урока я не буду, но на самом деле попробуйте, вот, допустим, да, что... задать для нашего блока, так как это получается у нас контент, да? Вот для контента попробуйте задать Padding, значит, 32000 Padding Bottom, а Margin Bottom минус 32000, и посмотрите, что... что получится, да? Так, это Opera, это Mozilla, так, ну, в общем-то, в любом случае, хорошо, давайте попробуем. Удалим элемент, вот, видим, да, что у нас стала вот такая вот вещь, вот. Вот, все как и было, да, без нашего... Divas Clear Boss, который я вам говорил. И вот у нас есть Div Class Content. Так, да, и... Соответственно, что мы здесь делаем? 32000 пикселей добавляем. Padding Bottom. То есть, ну, что-то получили, да? Соответственно, Margin Bottom здесь тоже вот есть. Ставим минус 32000, да? Получили, ну, что мы получили? Вот у нас уходит и уходит. То есть, на самом деле, у нас наш Div идет, как бы, вниз. То есть, если это так вот расписать, вот, как бы, самый низ, да, то у нас Padding при этом идет сюда и вниз пошел, и еще ниже пошел на 32000 пикселей. За счет чего, вот здесь вот такой скролл небольшой, за счет вот этого, как раз таки, Margin, который у нас минус 32000, который компенсирует вот эти 32000 паддингов снизу. Поэтому у нас нету такого большого скролла вниз и бесконечной, как бы, страницы. Вот. Но реально она туда идет. Поэтому здесь у нас углы остались прямые, а закругление вот где-то надо понимать, что оно там на глубине 32000 пикселей находится. Вот. Поэтому по-другому мы здесь не сделаем. Поэтому в данном случае вот эта вот вещь с отменой обтекания, да, она нам, собственно, играет только на руку. Так. Вот мы обновились. Все у нас, соответственно, стало. Стало нормально, так, да, и, соответственно, будем делать далее, да. Следующее, что у нас происходит, это наш... Это вот наша область контента. Не контента, а область поиска. То есть на данном этапе мы должны с вами вырезать вот раз картиночка, да, с фоном. Делали мы уже закругленные вот эти, да, нестандартные вещи к фону. Даже на сайте рубл делали. Следующая кнопка будет. Тоже вырезаем. Потом вырезаем вот эту кнопку. Вот с этой картинкой. Смотрим внимательно, поскольку она у нас будет резиново разъезжаться и съезжаться, да, потому что, ну, скажем так, вот даже как нарисован макет, оно видно, что, поскольку левая и правая колонки у нас фиксированные, они у нас на самом деле фиксированные, да, поэтому вправо-влево, точнее сужаться, расширяться будет только центральная колонка. И, ну, здесь, скажем так, видно, что насколько нам надо сузить вот данную колонку, да, центральную, чтобы и правая, видим, да, и левая влезли. То есть, ну, достаточно нормально сузить. Поэтому вот данную длинную, длинную поле поиска мы вырежем с вами следующим образом. То есть мы вырежем одну вот картинку вот так, а вторую картинку мы вырежем вот так. И, на самом деле, вот так вот, как нарисовано, это и будет два, как бы, блока. То есть, первый блок, первый блок, вот этот вот, да, он будет, соответственно, с фоновой картинкой с левой. Второй блок, он будет просто подставляться сюда и будет с фоновой картинкой правой. Здесь ширина будет резиновая, поэтому все будет, как бы, кататься вправо-влево так, как надо. Поэтому и не будет у нас появляться нашего горизонтального скролла. Так, ну и теперь давайте прикинем разметочку для нашей страницы. И, соответственно, назначим стили и стилем все повыравниваем. Так, значит, здесь делаем div class search. div class search, да. Вот внутри него будет форма, да. Форма у нас будет какого плана. То есть, вот это у нас будет div class stamp form. Следующий момент будет у нас div class txt, который вот будет вмещать себя вот, скажем так, в наше текстовое поле. Но размером оно будет вот примерно вот таким. Да. Это будет наш div. Он будет включать в себя вот фон закругленный, наш вырезанный input. Сам input будет вот находиться вот примерно вот так, внутри нашего div. Да. Слева к нашему div. Вот будет приставляться еще какой-нибудь спан вот с этим закруглением. Да. И будет вот этот input с нашей картинкой найти. то есть, пока что делаем вот такую вот, собственно, разметку нашу, да. Так, я ее набрал, скажем так, без вас. Ну, думаю, вы тоже, может быть, набрали, поэтому можно свериться. В любом случае, думаю, с моих слов и рисунков уже разметку html накидать у вас не составляет труда. То есть, да, вот этот div txt, input с классом, допустим, name1, да, и вот спан, который будет вот как правый полукруг у нас представляться. И наша кнопочка. Вот, вот, на данном этапе все, что мы и видим. Так, да, ну, соответственно, теперь нужно несколько сделать наших стилей. Так, то есть, идем в search. Так, сохраняемся. Соответственно, здесь у нас первое, что будет, это будет background. Так, ну, будет цвет. Цвет у нас будет, соответственно. Так, вот такой. Ну, да, и далее просто будут у нас закругленные углы. Так, то есть, выстраиваем border radius 10 пикселей. Так, да, пока что нам хватит. Ну, а за счет того, что, как я думаю, вы понимаете, что вот здесь вот данная наша форма будет флотнута влево. Правая форма маленькая, да, с номером вопроса будет флотнута вправо. Соответственно, назначаем здесь overflow hidden. Вон у нас особо пока что ничего не, ни на что нам не влияет. Так, да. Так, да. Так, идем. Так, да. Так, идем. Это для того, чтобы они все у нас стали рост браузерные вот так вот в одну линию. Следующий момент. Search span. Search span. Поскольку у нас там будет один единственный наш span, да, то будет background. URL. Маленькая картиночка наша. Search bgrite. No repeat. Так, да. И по размерам данной картинки, то есть выстраиваем width 12 пикселей. height. Настраиваем соответственно 22 пикселя. Это будет для нашего спана. И соответственно ему уже назначаем еще и float let. То есть чтобы он тоже у нас зафлотился и приставился к самому правому краю. То есть вот так. Видим, да. То есть правый край у нас готов. Соответственно, поскольку вот этот вот уже правый край у нас есть, осталось нам сделать вот этот текст left. Да, для того чтобы выстроить нашу левую, левое фоновое изображение, да. Так вот делаем background. Это будет search bg left. Опять таки тоже no repeat. Опять таки float left. Для того чтобы выровнять, скажем, по левому краю, да. Ну то есть. По понятным причинам, да. Следующий момент. Делаем height. Фиксированный 22 пикселя. Так, да. Ну и смотрим, собственно, что у нас получается, да. Пока что особо не можем мы просмотреть, потому что у нас еще не готов наш, соответственно, input. Теперь, чтобы нам совсем уж все увидеть, да, делаем. Вот txt left input. То есть тот input уже, который находится непосредственно в txt left. То есть вот div class txt. То есть это вот наш, собственно, вот этот вот input, в который мы и вводим наш текст. Бордер, known. То есть для этого input не надо нам рамка по умолчанию, которая стоит, да. Background тоже назначаем known. Не нужен нам абсолютно background. Вот теперь, что мы получили, да. Единственный момент, что надо доработать здесь шрифты. Доработать некоторые отступы, там, да, марганы, паддинги. Чтобы все у нас начиналось нормально. Таким образом делаем font. 12 пикселей. Орел. Нам такой подходит. Следующий момент. Делаем txt line left. То есть по левому краю. И следующее нам, что нужно немножко отодвинуть данный input от всех, скажем так, от верхнего, правого, левого края. Соответственно назначаем сверху, предположим, там три пикселя и слева делаем десять пикселей. Это вот для нашего input. То есть вот таким вот образом видим, да, что оно теперь у нас получается. Так, теперь можно небольшой вот отступ дать между нашими закруглениями и нашей кнопкой найти. То есть для нашего спана делать вот здесь вот небольшой маргин. Там назначить, предположим, десять пикселей справа. Наверное, нам должно хватить его, да. Вот так. Так, ну давайте посмотрим, насколько у нас скролсбраузерно все получается. Так, да, ну все вроде бы неплохо. С шириной только бы нам разобраться, да. Почему? Потому что вот мы вот таким образом делаем и ничего вроде как не происходит. Поэтому. Так, это мы в опере, так, в Mozilla. Для вот divo class left нужно выбрать ширину. То есть делаем width в процентах. Положим 20 процентов. Где мало. то есть видно, таким вот образом, да, выбираем соответственно нашу ширину. Ну, скажем, выбираем ее пока что, скажем так, произвольно, да, но вот эти пока может быть вот так вот и оставим где-нибудь, да, процентов. Ну, пускай будет там, предположим, пускай вот будет там 30 процентов, да. Можно 35. То есть, ну, тут, тут как бы особо не принципиальный момент пока что, да. Пока у нас нету ничего справа и, соответственно, нету ничего. Так, нету ничего слева, соответственно. Вставляем width пока что 30 процентов. Пока что нас ничего не толкает. Ага, вот видим, да, что при большом увеличении, да, ну, либо в разрешении 1280 хотя бы, да, уже мы не помещаемся и, соответственно, наша ширина становится достаточно большой. То есть, ну, здесь нужно немножко ее уменьшать, чтобы не было вот этого разрыва. Ну, вот, соответственно, 27 пикселей нужно нам оставлять. Точнее, не пикселей, 27 процентов. Так, назначаем 27 процентов в итоге по понятным причинам. Итого, следующий момент, вот мы видим, да, что вот здесь уже ширина немножко и поболее стала, да. Следующий момент, который нам нужно сделать, это, соответственно, вот ту же самую всю нашу правую колонку. Ну, скажем, как колонку правый наш поле поиска. То есть, что оно будет из себя представлять. Опять-таки пойдем, чтобы сократить немножко время, да. Это будет, скажем так, форм второй, да. И что в нем будет? Это будет тег P, который будет у нас включать номер вопроса. Опять-таки будет дифф с фоновым цветом закругленным. будет input, ну, который непосредственно, да, будем вводить. И будет вот наш input, наша вот наша картиночка. То есть, наш, соответственно, стандартный абсолютно input. и все, то есть форм P, div, input, input. Все абсолютно как бы не сложно, ничего там такого уж, заоблачного нету. Так, соответственно, идем сюда. Да. Таким вот образом, да, выглядит вот разметка наша. Так, да. Ну, вот, предположим, форм со своим классом. P, вот txt right, здесь был txt left, да. Здесь, соответственно, txt right для правой формы. name1, ну, здесь, соответственно, можно там сделать name2 или nameRight. Ну, это, как бы, пока что в данном случае это не особо важно, какое здесь будет name. Стало быть, что мы, что мы сейчас увидим, да, вот. Вот, что мы вот таким вот образом увидели, да. Поскольку input здесь флотнуты влево, то они стали в одну строку. Так, да. Ну, а все остальное, вроде бы, как, получается, стоит, вроде бы, как нормально. Да, единственное, все надо опять-таки выравнивать. То есть, делаем search. Это у нас будет searchP, да. для, то есть, для, для вот этого нашего слова, видите, соответственно, вопрос, да. для него мы делаем float left. Ну, поскольку у нас все идет по левому краю, да, соответственно, формы тоже идут друг за дружкой, флотнутые влево. Соответственно, и данный tagp надо тоже сделать. Далее назначаем вот здесь пикселей tahoma. Так, да, вот что у нас получилось. Так, выскакивает здесь некоторый закругленный угол. Ну, это явно, это явно, вот, видно, да, что это у меня опять. Так, в общем-то, интернет, не интернет-эксплойер, а мазила. Опять начинает лишние спаны сама по себе вставлять. Да, вот, вот, видим, уже эта вещь развалилась. Так, перезапустил. Так, все, соответственно, нормально стало. Так, searchP, tahoma у нас, ну, вроде бы, как, вроде бы, как ничего. Да, теперь делаем вот данную вещь. То есть, наша searchForm.form.write. Флот.write. Она у нас ведь по правому краю выровнена. Так, вот таким вот образом, да, видим, что, ну, как бы, мы не помещаемся, но у нас в данном случае вот наш размер еще и правой формы должен присутствовать. Так, идем. Так, идем. TXT.write. TXT.write, да, то есть здесь, соответственно, делаем background, который у нас соответствует нашей маленькой, маленькой вот этой вот формочке ввода. ТXT. 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 тогда 10 пикселей делаем маргин справа чтобы несколько отодвинуть вот вот здесь вот от кнопки так получили то что хотели так единственный момент что у нас маргинрайт не применился потому что мы его не справа написали а написали мы его для низа вот так 10 пикселей маргинрайт получили да следующий момент это наш текст и райт input то есть для вот этого вот поля которое находится в текст и райт для него тоже нужно убрать бордер фоновый цвет да потому что вот сейчас она видим что у нас даже заслоняет нашу фоновую фоновую картинку и того получаем так текст и райт так как обычно делаем бордер но он background но он ну опять таки там фон сайс 12 пикселей ариал так делаем вид с ему 45 пикселей для нашей формы и маргин и чтобы отступить маргин и получается по где-то 3 пикселя сверху и слева там пускай 10 ну того вот что мы получаем здесь у нас видите номер вопроса здесь вводится такого плана вопрос единственный момент что я бы здесь еще добавил это например текстовая центр то есть поскольку здесь вводятся у нас цифры то вот таким вот образом можно было бы центрировать да вот стало быть наши данные вещи так следующий момент что у нас здесь вот да тоже все как бы так вот немножко все слиплось да поэтому идем в наш п search п соответственно назначаем некоторые тоже маргин и так но во первых пару пикселей я бы назначил сверху и следующий момент пикселей 5 справа чтобы несколько вот отступить от нашей закругленной формы так это мы скопировали сделали так интернет эксплойер google chrome опять надо перезапускать видим да что он у нас дополнительные рисует спаны так не очень удобный момент так перезапустилась у нас все нормально ну что нам осталось сделать надо сделать некоторые отступы вот от верхнего края верхнего левого края да ну чтобы наш на наша планка с полями поиска вот смотрелась как бы вот таким вот образом то есть чтобы хорошо выглядела как и на макете а не такой вот немножко не доделанный штука так border radius overflow hidden следующий момент для этого нам нужно задать просто паддинги по 10 пикселей со всех сторон и собственно вот видим всю нашу форму причем что даже в большом разрешении она тоже смотрится вполне нормально и в маленьком разрешении ну то есть мы видим что она сама по себе как бы вот сужается а для маленьких разрешений вот она потихонечку расширяется так и небольшой отступ сверху мы наверное еще дадим ну насколько небольшой достаточно в принципе в принципе такой стандартный надо сказать да 20 где-то 5 пикселей назначим отступ слева сверху так опера firefox google chrome вот того мы получили да значит растянулся у нас да немножко наш урок а вышли за рамки стандартного школьного да 45 минут наших но тем не менее значит мы сделали заголовок да выровняли задать вопрос кнопку выровняли и установили нашу форму поиска и что немаловажно разобрались вот и посмотрели почему не подходит стандартный метод с паддингами да для данного случая и рассмотрели разобрали даже выскочила у нас небольшая небольшая скажем так не увязка да но тем не менее разобрали вот и на живую так сказать посмотрели как данную проблему отловить и как ее соответственно искать данный урок давайте завершим и в следующем уроке мы уже непосредственно завершим работу над нашим над нашей колонкой с основным контентом то есть доделаем вот эти ссылочки и сделаем блоки вопросов ну и соответственно ответ спасибо за внимание жду вас в следующем уроке и в следующем уроке в следующем уроке